Добрый вечер, уважаемые друзья! Спасибо за аванс, я отработаю. Спасибо также за то, что сегодняшний вечер вы решили провести в моей компании. Я сделаю все возможное для того, чтобы вы об этом не пожалели. Вы, наверное, обратили внимание, что концерт сегодняшний называется «Парад анекдотов», но это вовсе не говорит о том, что будут только анекдоты. Естественно, будут различные номера, в том числе и новые. Ну а что касается анекдотов, вы знаете, я ни в коем случае не претендую на то, чтобы непременно рассказать вам новый анекдот. Это народный жанр, витает в воздухе, как говорится. Я анекдоты не придумываю, я их просто немножко как бы докручиваю, стараюсь сделать так, чтобы интересен был не только финал, но и сам процесс, сам пересказ. Кроме того, довольно часто меня просят повторить тот или иной анекдот, который уже был в эфире, поэтому несколько из так называемых эфирных анекдотов я вам сегодня тоже, с вашего позволения, напомню. Хочу начать с небольшого такого анекдотного блока из рубрики «Анекдоты стран СНГ». Начнем, естественно, со столицы юмора – Одесса. Итак, Одесская хрущевка, на четвертый этаж поднимается коренной одессит, звонит в дверь, открывает здоровый мужик, диалог примерно такой. Добрый вечер. Добрый. Пока. Вы, товарищ Барбарисов? Я Барбарисов, а что такое? Так это вы вчера вытащили из проруби моего маленького сына, брашу, и геройски спасли ему жизнь? Да, это был я. А кепочка где? Узбек едет на верблюде. Жарко ему страшно. Из-под тюбетейки, прямо под храдом льется. Смотрит, велосипедист проезжает. Стой! Слушаю вас. Как так делаю еще? Чего делаю? Почему не жарко себе вообще никак? Мне жарко себе вообще никак, не жарко. Ну а что ты срапнишь? Ты же на верблюде еле-еле прешься. Я же на велосипеде ветром же обдуваю. Не понял? Я тебе проще скажу. Чем быстрее, тем прохладнее. Запомнишь? Физический закон. Давай, привет своим. Уехал. Верблюд тут же получил по почкам. Погнал у него по барханам, как орловская рысака. 14 километров бежал. Верблюд не выдержал гонки. Упал и скончался тут же на месте. Я тут подошел. Ногой потрогал. Сам мерз. Северный Казахстан. На пригорок выходит красавец Лев. В Казахстане. Смотрит Суслик. Маленький такой сидит. Он говорит, Суслик! Это я, Лев. А что ты меня не приветствуешь? Ты знаешь, что все здесь абсолютно принадлежит мне. Даже ты, убогий мой, к сожалению. И все же ты видишь своими этими сусличими шарами, это все мое абсолютно. Даже то, что ты не видишь, дай за горизонт, куда-то туда уходишь. Это все абсолютно мое. Ты вообще можешь себе представить или нет? Суслик говорит, что-то я не понял, за что Назарбаев уже не при делах. Спасибо. 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 Раньше все нормально было. Как антенну нам телевизионную поставили, все, дурость началась. Все из-за телевизора. Да что далеко ходить? Вот Тося, жена моя, посмотрела передачу «Смак». И решила сделать для любимого мужа пиццу из морепродуктов. Кто не знает, пицца – это развернутый пирожок. Тося записала ингредиенты. Тунец аргентинский, омар испанский, нидии красного моря, горный розмарин, шведские устрицы сентябрьского улова, сыр пармезан. Все это она перечислила продавщицы в сельпо. Где-то на испанском омаре продавщица потеряла сознание. Тунца Тося легко заменила зеленым горошком. Омаров она талантливо заменила им же. Шведский хустрит сентября, она подумав, заменила им же, но с салом. Огурцы оказались похожими по вкусу на креветки Красного моря. Шоб не обидеть супругу, я съел эту пиццу всю. Сухомятка уже. Ну молоком запил, нормально. Я не понимаю, как итальянцы могут есть эту пиццу постоянно. Я ж после этих морепродуктов с дурой на дискотеку поперся. Я не буду вдаваться в подробности. Но после дискотеки меня все кличут Газпром. А еще показывают такие рецепты по телевизору. Телевизор враг человека, я вам скажу. А этот придумал у нас, Вася Качок. Ну качается со стороны в сторону постоянно. Посмотрел по телевизору, как парни себе невест выбирают, решил жениться тоже. Надоело одному качаться, наверное. А невесту решил выбирать не просто так, а как в передачах контрольная закупка. Лучшую прихватить. А у нас невест на выданье, их три штуки всего в деревне. Все, правда, как на подбор. 90-60-90. Это их возраст. Они как узнали, что Вася идет невест выбирать, стали готовиться к таинству брака. Стали нафуфыриваться, прихорашиваться. Делать себе на лице квартирный вопрос. Все как по телевизору. Капитальный ремонт фасада. Здорово они тогда вырядились. Посмотрели передачу «Модный приговор». Сильно они себя тогда модой приговорили. Все, что было в сундуках, все одели. Одна там внучка на одежду на себя напялила. Приговор был, чтобы голый пупок. Еще и пирсинг сделала. Кольцо от ворот на пупок прицепили. Она, эта бабка, когда по деревне шла, собаки выли в обнимку с котами. Пальцами на нее тыкали, тряслись от страха. Да, а другую бабку, модную, накрашенную, внук, как увидел, опять писаться начал. Хотя его и заговорили лет тридцать назад. Мужик с работы пришел, спал, уставший. И армию прошел, и горячую точку не писался. Медали принес. А как она его разбудила? С черным лаком ногти. Помада на губах тоже черная. Два зуба по краям блестят во тьме. Он ее как увидел, так и понял, кто за ним пришел. Пожалел, что проснулся. Часто внук не спит, второй месяц уже. Так в углу стоят, подремлет минут десять с топором или с лопатой, больше не спит. О, я баба Вера, тоже невеста запасная, последняя. Омолаживающую мазь приготовила по рецепту Малахова. Хирург, прости господи, что же с телевизора. Ну, сварила кастрюльку восьмилитровую, поставила остывать. Ушла куда-то. В это время племянник ей не зашел зато по делу там. Ну, смотрит, кастрюля стоит, запах хороший. Несет на всю деревню. Ну, он думал, борщ такой. Посолил, поперчил, стал хлебать. Хорошо, хоть всю кастрюлю не сожрал. МЧСовцы спасли. Остановили омолаживание. Оно у него быстро пошло. Сейчас сорокалетний мужик выглядит лет на шестнадцать. Старше. Тело омолаживание не тронуло, а мозг сильно заделал. Соображение сейчас какого трехлетнего. Поеду, скажу, чтоб выдергивали эту антенну, пока не сдурели тут все, не перекалечились. Пойду в автобус подошел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодёжи тоже нравится, хорошо? У меня недавно открылся дар предвидения. В голове открылся и не закрываются. Я стал предвидеть будущее ясно и всяко. Дар ко мне пришёл навсегда и безвозвратно. В четверг, есть у нас такой день недели, чудо произошло с моим даром. Ели мы во дворе закуску в пятером. Пирожки. Начинка яйцо с повидлом. Так вот четверо отравились, а я нет. Я предвидел, что не отравлюсь. Пирожок-то мне не дали тогда. Ещё чудо было с даром моим. Как-то помню звонок в дверь. Я посмотрел в глазок. Глазом. Смотрю, никого нет. Пусто. Одни цыгане. Дар говорит, не открывай, не надо. Но. Неудобно. Я открыл. Цыгане зашли ко мне в прихожую и попросили у меня воды, чтобы её попить. Все 16 человек. Я пришёл на кухню. Нашёл 16 стаканов. Поставил на поднос. Налил воды из-под крана. Без газа, как просили. И иду поить цыган. Иду и слышу я в своих ушах странное эхо от своих шагов. Как в пустом спортзале. Я не могу сказать, что в квартире было абсолютно пусто. Остался стойкий запах цыганских духов. Всё. Смотрю, жена моя стоит. Тихо зашла, без стука. Двери они тоже унесли. И тут же дар. Даёт мне короткий и очень полезный совет. Беги. Но было поздно. Неделю я ещё прожил с женой. Прикованный к батарее. Особо не издевалась. Наоборот, кормила 12 раз в день. И только витамины. Лук, чеснок, лук, чеснок, лук, чеснок. После этого мне ещё два месяца уступали место в трамвае. Даже когда я шёл пешком. Я вам скажу простые. Смертный к нам гением жестокий. Вот как-то гулял я с собачкой в сквере. И собачка моя сделала своё собачье дело прямо на джип-хаммер после тюнинга. Да так она его обмыла. Будто специально терпела. А хозяин джипа сидел внутри. Обнимал там что-то типа девушки. Смотрю, выходит, хозяин из джипа с лопатой от хаммера. Идёт ко мне и явно ничего копать не собирается. И предвижу я, что сейчас наступит ночь, и я крепко усну. И сбылось. Утром проснулся. Дворник разбудил метлой по морде. Пришёл я домой. Раздел своё туловище. Встал перед зеркалом. И увидел на своём животе рисунок явно космического происхождения. Чем-то напоминающий отпечаток колеса от хаммера. Не любят нас люди. Я не знаю почему. Вот как зашёл я по улице. Смотрю, открытый люк. Идёт ремонт. И я туда плюнул. От всей души. И тут же сообразил. Зря я так долго стою над тем местом, куда плюнул. И тут же дар. Даёт мне информацию, что сейчас у меня состоится новая встреча с интересными людьми. Тут и копчик зачесался. Из люка, как из танка, вылезли трое мужчин с загадочными лицами. Догнали меня. Каждый. И устроили мне экскурсию по канализации. Вертикальную. Один кидал, другой погром доставал обратно. И так 16 раз подряд. После этого желание плевать в колодце от меня ушло безвозвратно. Посреднее время я стал добрые дела делать для людей. Вчера, например, залил каток возле подъезда. Начиная со ступенек. Ну, люди пойдут на работу, а там новогодний сюрприз. Завтра пойду, посмотрю, как они там веселятся, кувыркаются. Дар подсказывает, что они мне очень благодарны будут. А мой дар меня еще никогда не подводил. Спасибо. Анекдот, который я сейчас хочу рассказать, как мне кажется, больше должен понравиться мужчинам. Ну, только по той причине, что он на футбольную тему. Честно говоря, очень надеюсь на то, что женщин он тоже не разочарует. Итак, представьте себе, чемпионат мира по футболу, финал. Играют в сборной России и Бразилии. На этом можно было и закончить у них год. Ну, продолжим. Сыграли буквально минут 15, поэтому счет пока только 7-0. Понятно, в чью пользу. И ворота россиян назначается штрафной удар. Рональдини уже у мяча, готов пробить. Россияне поставили в стенку, мужественно смотрят в лицо пробивающему. Все в стенке стоят лицом, один спиной. Капитан команды говорит, Валера, ты с ума сошел, стань как все нормальные люди. Тот говорит, вы как хотите, я хочу гол посмотреть. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Меня зовут Сидоренко Николай Сергеевич. Я участвовал в спортивной передаче «Папа, мама, я. Спортивная родня». Из участвующих трех семей мы заняли почетное четвертое место. Первый конкурс «Крутящийся обруч» я выиграл вчистую. Народ аплодировал мне даже ладошками ног. Публика неистов потому что резинка в трусах хлопнула только у меня. Следующим был конкурс «Бег по бревну». Там я тоже был первым. Но пробежав почти всю дистанцию, мои ноги соскользнули. По обе стороны бревна. Да. Было больно. Но я не плакал. Глаза вылезли из орбита, что слезы не пролезали. Публика неистовствовала. Последующие два конкурса я пропустил. Следующим был конкурс прыжки через коня. Через живого коня. В самом начале я, как мужчина, подошел и попросил коня лапу. Но судья соревнований сказал, что у коня лапу сзади не бросит. И оказался прав. Я потрепал коня по щекам сзади. И он тут же дал мне лапу. Молниеносно дал. От удара правой задней лапы коня в левое полушарие моей головы я сильно устал. И прилег отдохнуть. Сын сказал, что искры из моих глаз тушили восемь пожарных машин. Публика неистов. Последующие два конкурса я пропустил. Следующим был конкурс метания ядра. Я был великолепен. Дело в том, что я единственный из метателей, кто попал в мишень. Свою течу. Бублика неистовствовала. Жалко, что теча быстро очухалась. И нашла меня. Последующие два конкурса я пропустил. На конкурсе о пингвине мы ныряли с вышки в бассейн. Правила простые. Первое место у того, у кого меньше всего брызг. Меньше всего брызг было у меня. У меня их вообще нет. Не попал я в бассейн. Публика неистовствовала. Последующие два конкурса я опять пропустил. Выплюнул кафель. Я пошел на конкурс бокс. Наша семья Ситаренко попала на семью Валуевых. Я попал на папу Кою. Я одел перчатки. Валуев почему-то одел всего одну. Он оказался приветливым парнем. Я ему улыбнулся. Он улыбнулся. Мне помню. Больше я ничего не помню. Говорят, что в публика неистовствовала. Последующие четыре конкурса. А также финал, награждение, свадьбу племянника, сельхозперепись, выборы президента. И день рождения пьехи я пропустил. Сейчас я бодрый и радостный иду домой. Люди, участвуйте в спортивных состязаниях. Спорт — это здоровье, сила духа и жена молодуха. Занимайтесь спортом. А с меня хватит. Этот номер, кстати, тоже написал Юрий Софин, который предыдущий, так что автор хороший. Представьте себе, дедушка с бабушкой едут на «Жигулях», бабушка за рулем, их останавливает инспектор ГИБДД. Инспектор Петров, ваши документы. Бабушка. Ай! Дед, документы давай, права просит. Пожалуйста. Всего. Нарушай, они там знак был. Бабушка. Ай! Дед говорит, нарушаешь, что ли, там знак был, аккуратнее езжай. Я прослежу. Хорошо. В Саратов едете? Да. Сами из Саратова? Да. Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни. Бабушка. Ай! Дед, кажется, он тебя знает. Человек возвращается с командировки, заходит к себе домой, заходит в спальню. Жена с любовником в кровати. Все усложняется еще и тем, что любовник его лучший закатычный друг. Состояние аффекта. Он бежит на кухню, берет огромный нож, разбегается с разбегу, втыкает ему в спину. Тот падает замертво. Жена ему говорит, Коля, ты так вообще без друзей останешься. Вы так здорово принимаете, хочу рассказать. Я анекдот еще ни разу не рассказывал со сцены. Недавно рассказали. Такой он тоже черный, правда, немножко. Человек приходит к своему приятелю в гости. Тот его заводит в охотничью комнату. Он видит огромное количество красивых трофеев. Головы оленей, бегемотов, бизонов. И вдруг какая-то голова, кошмар рудов. Боже, что это такое? Он говорит, это моя теща. Это что? Он улыбается. Она думала, что я ее фотографирую. Ну что-нибудь такое на тему животноводства. Мужик купил себе корову, кормил, поил. Пора подумать о потомстве. С помощью интернета он связывается с человеком. Тот приводит громадного племенного быка. Бык-красавец. Знаю, зачем позвали. Не первый раз в татуировках. Лакированные копыты. Ну, к девушке пришел на свидание. Он так к корове заходит справа. Ну, свой способ отработан. Он справа заходит. Корова внезапно опускается. Копыта вот так крест-накрест. Отказ. Он попробовал слева. Та же ситуация. Но он помучался пару часов. Ничего не получилось. Он пристыженно пустил рога. Ушел с тойла. Позвали более опытного быка. Та же ситуация. Тоже ничего не получается. Буйвол приходил попробовать. Хотя никто его об этом не просил. О, сыпык нагрянул. Две недели промучились коровы. Ничего. Он приходит к ветеринару. Говорит, я извиняюсь, я купил себе корову. Она чисто внешне, как все. Серьезные деньги отдал. Она ни с одним быком напрочь. Ни с кем. Не хочет и все. Вы понимаете, что я имею ввиду, да? Не хочет и все. Ветеринар говорит. В Рязани брал? Да. А как вы догадались? А у меня жена с Рязани. Сельский клуб. Лекция. Тема животноводства. Лектор закончил читать. Прошу, пожалуйста, если у кого есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Женщина одна. Можно я? Пожалуйста. Спасибо. Вот вы только что сказали, что бык в состоянии осеменять корову до семи раз в сутки. Я правильно поняла? Абсолютно верно. Повторите вот это для наших мужчин. И села. Ну, женщины захлопали. Тамара, молодец! Мужик какой-то. Пожалуйста. Спасибо. Только один вопрос. А бык в состоянии осеменять семь раз в сутки одну корову или семь разных коров? Семь разных. Повторить для женщин. Я тут как-то недавно ездил отдыхать за город в Турцию. Жил в пятизвездочном отеле. Ну, не как пятизвездочный в Анапе. Тут туалет был прямо в номере. А там на улице. Причем на другой. Ну, вышел так. Осмотрелся. Познакомился с Люсей из Тюмени. Обширная женщина такая. Договорились вечером взлететь на воздушном шаре вместе в голубую даль. Ну, а потом что? На обед пошел. Пора. В турецкую столовую. Захожу. Подходит ко мне турецкий официант и говорит мне турецким голосом «Все включено!» Что в переводе на русский означает «Жри сколько в лесе!» Я ему говорю «Я тебя за язык не тяну. Ты меня не знаешь». В детстве, когда я был в пионерском лагере, от меня избавились уже через неделю. Это был единственный в истории случай, когда повара не доедали. Но включено-то включено. Я наложил на поднос небольшой курган из турецкого корма, а сверху прилепил арбуз, еще новый. На подносе присутствовали мясо, рыба, гречневая каша 3 килограмма, лук репчатый, чеснок 8 головок, ну и, конечно, оливье. Поднос, правда, лопнул в шести местах, но ото стола я дотянул. Я ел, как личинка карагета. Вылуплялись глаза, оттягивались уши, сердце стреляло в печень, лопался пупок. Но со мной был мой друг. Его зовут Мизин. Уже после двадцатой таблетки желудок заработал, как китайская таможня. Через пять минут все было кончено. Арбуз ушел с кожурой. Я не знаю, но почему-то стало плохо. Турку, который все это видел. Теперь единственное, чего я хотел после того, как все съел, добавки. На новом металлическом подносе опять возник курганчик. Аппетита почему-то не было, но пришедший из себя турок напомнил. Все включено. И он опять появился. Креветками я отбил билет на самолет туда и обратно. А параньи ребра отбили билет от Геленджика до Магадана. Съел все. Было трудно дышать. Турецкому воздуху было некуда входить в мой организм. В легких были котлеты. Шо-ха-ха! Я их видел еще неделю, когда зевал перед зеркалом. Желудок кричал сос. Печень стала икать. Почки от еды спрятались за позвоночник. Бараньих ребер в груди было больше моих. Стараясь освободить место для нового корма в своем организме, я пытался подпрыгнуть. Но из всего туловища подпрыгнул только край живота. Он дал небольшую волну, от которой слетели крошки с груди. Я хотел в номер. Я хотел на пляж. Я хотел в аквапарк. Я хотел куда угодно. Лишь бы уже уйти из этого продуктового кошмара. Но сидящий рядом немецкий турист вляпнул. Все включено! Я грузил под нос и плакал. Я не хотел есть. Я не хотел даже думать про есть. Но от бесплатной еды уходить глупо. Я решил взять только десерт. Нагрузился пирожными, конфетами, мороженым, финиками, киви. Ну и, конечно, оливье. Четыре метра до своего стола я шел 22 минуты. Глаза вылезали из орбит, потому что вся кожа с лица ушла на живот. Я продолжил трапезу. После очередной порции оливье пуговицу и шорт вырвало с мясом. И эта шальная пуговица попала в попугая, который до этого не считался говорящим. Очередной поход к кормушке я проделал на коленях. Я надеялся, что все включено, уже отключили. Но все по-прежнему было включено. Сооружив очередной курганчик, я пополз обратно. Ел я, сидя на полу, как узбек. Коленями помогал щекам пережевывать пищу. Еду утрамбовывал в организме с помощью большого пальца правой руки. Мизин вводил в организм через нос. Коньяк я заливал в глаза и втирал в живот. Пить мне нельзя, у меня ясно. Мне аплодировало все побережье. Особенно, когда я пропихивал в уши финики. Все побережье во главе с мэром Анталии скандировало. Все включено! Очередной поход за компотами оливье Рассказать не смогу. На блок памяти сильно довели котлеты. Ну а так, мне кажется, отдых удался. Жалко, что вот только что воздушный шар Так и не смог взлететь со мной Иллюзия из Тюмени. Спасибо огромное. Это был абсолютно новый номер. Абсолютно еще нигде. Муж возвращается из командировки, из Франции. Жена спрашивает, ты стриптиз видел? Говорит, да. И сколько заплатил? Сто евро. Я тебе могу за двадцать показать? Да! Ну давай! Дает ей двадцать евро. Садится поудобнее в кресло. Пиво. Готовится к зрелищу. Жена ушла за ширу. Часа полтора готовилась. Включила музыку специально под стриптиз. Сердючку. Подошла к столу походкой пеликана. Пыталась влезть на стол минут двадцать. Сломала шпильку. Парик слетел на ухо. Потом начала оголять свои телеса. Ну картина не для слабонервных, конечно. Муж посмотрел и говорит, ну что я могу сказать? Дешевка, она и есть дешевка. Я, честно говоря, вообще не являюсь поклонником. Я не являюсь поклонником этого жанра, стриптиза. Но если бы непременно встал вопрос о том, какой стриптиз посмотреть, мужской или женский, конечно, я выбрал бы женский, по той простой причине, что я мужчина. Номер, который я хочу вам предложить, как раз в стриптизе мужском. Это тоже один из самых новых номеров. Еще ни разу не был в эфире, так что вы увидите уже сейчас. Поздравляю! Я автослесар четвертого разряда. А дружок мой охранник в ночном клубе. Карта говорит, если хочешь хорошие бабки срубить, поехали со мной. У нас, говорит, в элитном дамском клубе стриптизер за ним мог. Открытый вывих левого бедра. Надо подменить. Приезжаем. Хозяйка спрашивает, вы кто? Я говорю, стриптизер-автомеханик. Зовут Степан. Она говорит, отлично, Степа. Дамы уже собрались. Ждут с нетерпением. У нас сегодня корпоративная вечеринка. В зале лучшая половина человечества. Теща. Нужно их довести до иступления. Я говорю, ну и как же мне их до иступления доводить? Она говорит, очень просто. Сначала раздейтесь. Ведите себя понаглее. А потом просто исполняйте их капризы и просьбы. Я говорю, если будут просить запчастей, не дам. И тут она выталкивает меня на сцену, как было из гаража. Фуфайки, в ватных штанах и в сапогах. Я присмотрелся. Овации в зале продолжались минут пять. Тещь не видно, только глаза из сумрака горят, как у урдалаков. Слышу, хозяйка кричит, пора раздеваться. Я фуфайку снял и кручу над собой. Слышу, тещи кричат, нам кидай! Ну, я и запустил ее в зал. Одна поймала, ее тут же внесли. В карманах были пассатижи, болты, гайки, лом, кувалда и три домкрата. У Тамерлана доспехи вместе с лошадью легче моей фуфайки. Я продолжу. Снял сапог вместе с носком в виски столик и дать не надо. У меня ж пятки дюбеля забивают. Ногтям покрышку с обода снимают. Когда я, пытаясь снять штаны, начал откручивать проволоку на ширину. В зале послышались крики «Браво!» и громогласные «Ура!». А когда оказался в одних семейных трусах, тещи аж захрюкали отчасти. Сколько дома он не раздевался, ничего подобного не было. А тут такой успех. Слышу, кричат, «Танец давай!». Я исполнял танец любви яблочков в присядку. Музыку никто не слышал. Колени хрустели так, будто рота солдат ела сухарики емелья. Слышу, хозяйка, сволочь, а вот «Белый танец!». Дамы приглашают кавалеров. Но они на меня всем табуном. Чувствую, могут затоптать. Я сапогом замахнулся, кричу «Назад сам подойду!». И пошел между столиком и вульгарной походкой, сбивая бедрами коктейли со стола. Тут, слышу, сзади кто-то обнял меня мертвой хваткой. Я тоже думал руками «Бюст там!». Сомкнулся на шее, как спасательный жилет. Еле высколзнул «Спасибо солидолу». Я им до этого обмазался, чтоб блестеть, как все стриптизеры. И тут в мои трусы упала первая купюра. Неожиданно и щекотно. Мне понравилось. Через минуту я уже сам оттягивал резинку для подношения. Прекратил я это безобразие после того, как одна старуха полезла туда за сдачей. Хотя я точно помню, что сыпала мелочь. Слышу, хозяйка орет «Степа, шест!». Говорю, действительно, шест стоит. Легким движением руки я сделал из семейных трусов стринги и полез на эту трубу, как электрик на стол. Оказалось, это был ржавый водопровод в стекловатии, ждавший ремонта с прошлого века. Поэтому тут же и лопнул. В трусы ударил горячий пар. Пар был такой горячий, что глаза на лоб вылезли даже у американского президента на 100-долларовой купюре, что лежала у меня в трусах. Короче, я в больницу попал с ожогом 14-й степени абсолютно всех конечностей. Когда очухался, понял, что деньги свои я отработал сполна. Но мужской стритки с тех пор на дух не переношу. Хотя когда приглашают, иду, превозмогая страх. Потому что настоящий мужчина должен делать все, что хочет от него женщину. Спасибо огромное. Вы знаете, друзья, в самом начале, рассказывая анекдоты страны СНГ, я умышленно приберег на более позднее время свой любимый украинский блог, который я представлю вам просто с огромным удовольствием. Итак, представьте себе, украинец возвращается из Японии, где он был в командировке. Естественно, упакован весь. Хитачи, Панасони, Камасу, Митсубиси, Шарб. Дверь. На каждой руке по две пары часов, тебе еще купил. Продать. Естественно, в кимоно, чтобы было видно, что с Японии. Сверху дубленка у цыган купил в аэропорту. Ну, не важно. Поднимаемся на второй этаж, звонит в дверь. Жена открывает. Вау! Курминец! Кидается к нему на грудь. А мне это коротко. В кровать! Вау! А романтический вечер про свечах. В кровать, я тебе сказал! Ну, сейчас. Ушла в спальню, возвращается в эротическом белье. Вот такие дела различные. Он давно уже в кровати Кровать я тебе сказал Найду жеребец В порыве в любви бросается к нему в кровать Он ее с головой накрывает Смотри, светятся Человек идет по улице, щелкает семечки Смотрит, петух топчет курицу Молодец Берет горсть семечек, кидает в сторону Петух моментально забывает про курицу и семечки У мужика реакция Не дай бог так оголодать Человек пригласил своего приятеля отдохнуть В сарай Отдыхали двое суток Прекрасно отдохнули Один из них поднимает голову Скажет пожалуйста Ты умеешь хранить тайне Могила Если честно, у меня есть пушка Могила Петух моментально Серьезно? Серьезно? Серьезно не бывает Могила В коробную лепешку Наступил на грабли Дошел Соряш! Что? Я савариш команде Саржает Пихаешь снаряд, то не лезет там калибр в два раза больше, не оттуда Не получается Спокойно, боец Это нормальная военная ситуация Серьезно? 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 Вообще ничего не осталось от сарая В радиусе 500 метров куры научились летать вместе с козами Эти два артиллериста упали за полтора километра от эпицентра взрывов болота Сидел с голым торсом по пояс Один как дельфин, ни бровей, ни ресниц, весло все растительное У другого цепь расплавилась на пузе Дым с головы Вот это свистунуло Та, ты представь, как сейчас свистунуло в Пентагон Спасибо Человек приходит к своему приятелю во двор Тот сидит, отдыхает Ноги в тазу, рюмка, вареник, готов Этот пришел с двумя пустыми ведрами Поставил Что, отдыхаешь? Молодец Ну что, можно еще два? Бери, ради Бога Сам думает, а куда он ее носит? Надо проследить за ним Он за ним проследовал, смотрит Тот приходит к себе во двор И всю воду себе в колодец Ах так! Он возвращается к себе в четвертый раз Ждет его, тот приходит в четвертый раз Ну что, по традиции Два и все Не дам Пожалуйста Не дам Сильно прошу Не дам Я тебе умоляю У меня теща в колодец рухнула Стоит на дне От так в воде Два ведра не хватает Украинская свадьба Жених уснул лицом в салате Его будут друзья Вставай, свадьба В смысле? В смысле? Свадьба, ты жених Серьезно? Серьезно? Ай, веса Ай, веса Ай, ай, кизу Та я не знаю Ты уже буквально за два дня женился Не помню Чи Галя, чи Полина ЧИПОЛИНО На кривичке сидят два кума Уже тоже все готово И вдруг со стороны леса идет такой звук Подлетает Ну его нельзя назвать самолетом Непонятно, как оно долетит Как оно взлетело даже непонятно Крыло надгрызанное какое-то Одного шасси вообще нет в наличии Ближе подлетает явно пьяный летчик Летит, поет что-то Как у деда Мазая шапка такая Небрита Одно очко в трещина Ужас вообще Летит стоя Руль от КамАЗа Ткнулся в курятник какой-то Курятник настолько старый Что маленький Ленин бегал на яички смотреть Ни огня, ничего Дымок только И все Один другу Ну а шо ты хочешь? Яка страна, такие теракты Два украинца, будучи в командировке в Ереване За пару часов до отправления поезда Чисто случайно попадают на старинное армянское кладбище-музей Бродят среди надгроби и читают надписи Арабалаян 1905-1988 Жив 5 лет Грачи Карапетян 1911-1995 Жив 3 года Что за бардак? Ну пішли узнаем у сторожа Приходят к сторожу Дядя, ты извини Мы конечно с математикой новы Но не до такой степени Понимаешь? Мы и так считали на калькуляторе В нас не получается Понимаешь? Там человек прожил лет 80 Написано 5 Себе прожил лет 70 Написано 3 Объясни Это не сложно объяснить Неужели непонятно Где же взрослый человек? Жилет А немецов виду Жилет Просто так Существу А вот А жил Понимаешь, да? Когда в заграничной командировке Были девочки красивые Девочки были Когда такой Рестораны Манараны Машины Такая Жизнь такая Кипель Ого Такая Все остальное Не считается Совершенно Понятно, да? Да, понятно Что ж тут неясного Короче, Валера Когда я сдохну Напиши меня на могиле Радився мертвым Человек поехал на рынок Продал последнюю лошадь Купил бутылку шампанского Решил сам ее Приходовать Быстренько прибежал Домой Спрятал в соломенную крышу Да Замаскировал Вызвал стрижа из гнезда А ну пошел отсюда Хаяшик пернатый И уходит Бродишь, ждет Пока все уснули Чтоб самому Не выдерживать Где-то в 12 часов дня Ну шо Можешь спать? Кто-то из детей Папа, ты с ума сошел? Солнце в зените Хорошо, подождем Нас другого идиота Он не знает Что с ними делать Тебе, елки-балки Ходил, бродил Часов в 9 Уже потемнело Ну шо Можешь спать? Девочка маленькая Папа, по телевизору Спокойной ночи, малыши Круткий день Я сказал, спать Положил всех спать Выключил свет Улегся с женой Ждет, пока все уснут Вот все уже спят Как ему кажется Он перекидывает ногу Через жену Чтобы выйти Жена понимает Это по-своему Ты коли пыли Ты, Джоанн Криворогий Ой, деловой То лежит, как памятник По полгода Тут ему приспечило Ля, успокойся Ще маленький не спит Он лег, успокоился Минут через 15 Следующая попытка Слухай, казанова, лопуха Ты меня удивляйся Четыре агро Пожрался Вместо винегрета Чи шо Стопул Ляг, успокойся Май, старший Ще глазами Блей мои Он опять улегся Успокоился Минут через 40 Чтобы наверняка Перекидывает ногу Все получается Все спят Как ему кажется Он выходит на улицу Закрывает за собой дверь Украинская ночь Зверды Звезды Сверчки Красота Он бутылочком Первый раз в жизни Дебют у него Там же ж настояла Пробка как СС-300 С неба ушла Ворона упала с дерева Нас полаж не ожидала Ничего А в это время В хате самый маленький О том вам Если вы не выпендрували Спать Куп Не застрелився Спасибо